В курортном городке в Адлере, как всегда, многолюдно. Размеренную жизнь туристов, похоже, здесь практически ничего не нарушает. А еще неделю назад здесь кипела работа. Специалисты укладывали новый кабель. Сегодня от разрытий не осталось и следа. Отдыхающие гуляют по гладко выложенной брусчатке. Мы не здесь отдыхаем, мы с Дагомеса приехали. Посмотрите Адлера, и нам очень нравится. Мы давно здесь были, в связи со стройкой, все изменилось, и очень хотелось посмотреть. Ну, увиденным остались довольны? Да. Так что побывали везде и идем на пляж сейчас. В Адлерском районе прокладывали 470 километров кабельных линий. 250 из них уже протянули. Все работы здесь выполняют специалисты из Казани. Этот же подрядчик готовил город к универсиаде. В столице Татарстана рабочие накопили достаточный опыт работы в сжатые сроки с причинением минимального ущерба. Будь то исторической, либо курортной части городов. Секрет в том, что работы по благоустройству здесь проводят параллельно с основными. Дорожники заходят на объект сразу после того, как кабель уложен. Разве так может быть? Я считаю, что это временное неудобство, и будет все отлично. Университет проходило в Казани, когда были приведены в порядок после строительства все улицы, дороги, тротуары, объекты. Люди очень быстро фактически забыли об этих неудобствах. Зато на долгую перспективу вперед они получили благоустроенные улицы, новые дорожные развязки. Получили больше, чем потерпели. Кроме того, в Адлерском районе установят 54 трансформаторные подстанции. В некоторых просто провели реконструкцию. Но каждая из них увеличила свою мощность. Возле уже установленных ТП тоже проводят работы по благоустройству. Здесь, например, укрепили склон специальной сеткой и засеяли газон. Осталось только дождаться всходов. Новое энергооборудование будет служить городу ближайшие 50-60 лет. Причем мощности рассчитывались с учетом дальнейшего развития района. Все работы в Адлере планируют завершить к концу августа.